Доходные дома – визитная карточка Германии. Получать прибыль от сдачи в аренду во всем мире – это понятный способ заработать. Но на привлекательном немецком рынке к нему стремятся особо и опытные, и начинающие инвесторы. Именно в Германии доходные дома популярны и многочисленны. В Германии больше 50% населения живет в арендном съемном жиле. В крупных городах этот процент составляет уже 90%. То есть до 90% населения живет в съемной площади. Менталитет немецкого жителя, он не направлен на покупку квартир. Немцы, они любят мобильность, они любят свободу. И для них аренды квартир – это определенного рода свобода. То есть они могут в любой момент просовывать договор и уехать. Но практика показывает то, что они в арендной площади живут около в среднем 15 лет. Можно сказать, это историческая особенность. В Германии свое отношение к строительству, а готовность арендовать выше, чем в других европейских странах. Именно поэтому у нас очень мало собственного жилья. Доходные дома вы можете найти в любом городе. Если просто это город с небольшим населением, 10-20 тысяч, то тогда эти дома будут соответственно более маленькими. То есть они будут на 3, 4, 5, 6 квартир. Идею зарабатывать, сдавая лишние площади, многие инвесторы реализовывают и у себя на родине. Другое дело, что опыт большинства обычно ограничен одной-двумя квартирами. Доходный дом – все-таки идея более масштабная. Покупка доходных домов отличается от покупки квартиры в первую очередь в свободе выбора. Если вы являетесь собственником доходного дома, то вы независимы в своем выборе, когда вам реконструировать это здание, в какой аренде вам заселять, кто будет у вас арендатор. И нужно ли проводить ремонт сегодня или это можно сделать через какое-то другое время. Если вы покупаете квартиру, то вы полностью зависите от решений ТСЖ. Например, вы видите острую необходимость в реконструкции здания и в накопительном фонде у дома, у ТСЖ есть достаточные средства, но никто этим не занимается. Или наоборот, делаются ненужные ремонтные работы. Собственник доходного дома в известной степени сам себе хозяин. Такая свобода, что интересно, вовсе не обязательно требует больших вложений. За словом «дом» могут стоять небольшие объекты и скромные суммы. Правда, и к тем, и к другим не все проявляют практически интерес. Диапазон цен на доходные дома очень широк. На этой неделе у меня на столе лежало предложение объекта под стоимостью 30 тысяч, который действительно сдан. Он находится в небольшом немецком городке и имеет три квартиры. И доходный дом в Лейпциге на самой красивой улице этого города напротив парка по цене 2 миллиона 800. Цена большинства доходных домов, покупаемых инвесторами, находится в интервале от 200 тысяч евро до полутора миллионов евро. Безусловно, можно найти и более дешевые доходные дома стоимостью в 30-40-50 тысяч. Но они находятся в очень маленьких городках с населением 5-10 тысяч человек. И существует определенная неизвестность, которая отпугивает инвесторов. Доходность объекта разнится от города к городу и от региона к региону. И она напрямую связана с риском. Чем он выше, тем выше и возможная прибыль. Поэтому в зависимости от инвестиционных ожиданий и готовности рисковать, инвестору стоит обращать внимание или на предложения в провинции, или на объекты в крупных городах. Последние больше привлекают иностранцев, хотя и здесь есть аргументы за и против. В больших городах Германии наблюдается стабильный рост населения, что соответственно влияет на количество арендаторов. И найти арендаторов в таких городах гораздо проще, чем в маленьких. Но есть отрицательный момент. Тут цены на недвижимость, соответственно доходность уменьшается и составляет на данный момент 3-4% в год. Не стоит игнорировать и маленькие города Германии, в которых можно найти очень ликвидный доходный дом с высокой рентабельностью в 7-8%. Но анализировать ликвидность такого дома нужно более тщательно. Последние 5-10 лет можно отследить следующую динамику. Если раньше можно было на рынке найти дома с высокой рентабельностью от 7-10%, то сегодня рентабельность в среднем на хороший доходный дом составит 5%. Если мы будем говорить о городах категории А, это крупные города Германии, как Берлин, Мюнхен, Гамбург, Дюссельдорг, Франкфурт, Кёльн и Штутгарт, то в этих городах рентабельность объектов будет менее 5%. Да, цены в том же Берлине относительно высоки. На данный момент доходность составляет 4%. По сравнению с остальной Германией эта доходность является достаточно низкой. Все потому, что берлинский рынок на данный момент очень востребован, особенно среди иностранных инвесторов, которые считают его безопасным для инвестиций. Среди сотни доходных домов вам надо выбрать один. На какие основные параметры можно обратить внимание самостоятельно? Помимо стоимости объекта и его доходности, безусловно, нужно обращать внимание на ликвидность объекта, который оценивается по уровню демографии, уровню безработицы и покупательской способности населения в данном городке, где располагается доходный дом. При выборе доходного объекта мы обязательно обращаем внимание на заселяемость дома, потому что если много пустых квартир в незаселенной площади, то значит для этого есть свои основания. Типично для рынка то, что квартира стоит свободной не больше трех месяцев, а в хороших районах чаще всего пока еще не выехал. Старый арендатор уже найден новый арендатор и заключен с ним договор. Доля действительно хороших предложений на рынке не так уж и велика. Поэтому еще один важный совет от экспертов, приняв принципиальное решение об инвестиции, стоит провести подготовительную работу. Хороших предложений на рынке мало, их нужно ловить, и я всегда рекомендую своим клиентам быть готовым к этому, то есть быть во всеоружии, заранее подготовить все документы необходимые для инвестиций, полностью сделать финансовое планирование. Если необходимо открыть ГМБХ, то оно должно быть уже открыто к тому моменту, когда придет этот объект вашей инвестиции, чтобы можно было быстро отреагировать на это предложение. Хорошие объекты на рынке продаются на сегодня за две недели. Доходные дома сегодня понятна инвестиция, хотя рынок такого жилья в Германии неоднороден, но готовность немцев жить в съемных квартирах по-прежнему делает такие объекты перспективными.